Варгейм Рус Всем доброго времени суток! Привет! Продолжим наш рассказ про биту при дистовизах. При сборе материала про биту мы с братом столкнулись с рядом трудностей. Так в серии статей кандидата исторических ног, доцента БГУ А. Козленко «Германские войны» говорится, что римскую походную колонну германцы атаковали на марше. Но германик выдвинул конницу на фланги, а пехоту послал вверх по склонам и победил. При этом приводится карта полевого сражения, а не засады по типу тевтопорского боя. Текст противоречит карте. И даже больше. В видео о битве при дистовизе Козленко рассказывает уже про полевое сражение, а не засаду. К тому же, если в статье он пишет о четырех легионах, то в видео указывает силой римлян в восемь легионов. Сам себе полностью противоречит. На сайте стратег ситуация другая. Приводится карта якобы поля боя и текст Тацита, но без попыток его критического переосмысления. При этом карта боя не соответствует написанному тексту. Дальше больше. Дельбрук вообще считал, что Тацит придумал битву при дистовизе, чтобы в своей книге возвеличить германика. Такой своеобразный политический заказ. Но сообщения Тацита слишком сложные и содержат важные детали, чтобы быть вымыслом. К тому же, зачем ему придумать две битвы, когда можно было бы выдумать одну? Далее вы поймете, о чем я говорю. В статье в Википедии приводится та же карта, что и в статье Козленко. Мы видим рейд Батавской конницы. Правда, вообще непонятно, откуда авторы взяли, что должен быть вот такой проход в лесах и горах. Нарисована и сама битва. Вообще непонятно, на основе чего они это нарисовали. Конница изображена в рядах легионов, чего римляне никогда не делали. И оттуда выдвигается на фланг германцев. Две когорты претерианцев нарисованы по размерам как два полных легиона, что завысило их размеры в 10 раз. Германцы атакуют во фронт из одного из своих флангов. Очень спорная реконструкция, дающая ряд ответов на то, как шла битва, но сильно противоречащая другим сообщениям Тацита. На сайте стратег приводится вот такая карта боя. Войска хирургских представляют из себя толпу, выстроенную полумесяцем. Конницы у них нет, отсутствуют застречки. Просто толпа. Римляне более взвешенно построены, при этом у германцев лес справа фланга. Эта схема подходит под описание Тацита вот под эти строки. Навстречу хирургам устремляются пехотинцы, и одновременно их тыл и фланги теснит высланная заранее конница. А потом просто читаем отрывок Тацита о разгроме врага, и вроде бы все нормально. Но если вчитываемся в каждое предложение у Тацита, то понимаем, что бой шел совсем не так. Поэтому в реконструкции битвы мы будем опираться на первоисточник, сочинение Тацита, анналы. Давайте разберемся в этой битве без посредников. Приступим. В описании битвы есть ряд ключевых фраз. Прослушайте их, а я потом объясню, в чем их смысл. Расположенная между Визургием и холмами, она имеет неровные очертания и различную ширину, смотря по тому, отступают ли берега реки или этому препятствуют выступы гор. В тылу у германцев поднимался высокоствольный лес с голой землей между деревьями. Равнины и опушки лесов занимали отряды варваров. Только хируски засели на вершинах холмов, чтобы во время сражения обрушиться сверху на римлян. И он опрокинул бы лучников и прорвался, если бы ему не преградили пути когорты ретов, венделиков и галлов. И удивительное дело, два отряда врагов пускаются бежать в противоположные стороны. Те, что были в лесу, на открытое поле, а те, что стояли на поле, в лес. Находившихся между ними хирусков римляне теснили с холмов. Что мы видим? Налицо то, что бой идет между рекой, горами и лесом. Лес в тылу у германцев. Отряды варваров стоят как в поле, так и в лесу. А как римляне узнали про отряды, стоящие в лесу вне зоны их видимости? Значит, бой шел так, что они узнали про эти отряды. А слова про удивительное дело, когда одни отряды убегали, то другие выбегали, тоже говорят о многом. Этот бой не был простым линейным столкновением двух армий. Приступим к реконструкции. Варгейм Рус. На военном совете германцы решили дать бой, несмотря на превосходящие силы противника. Отступление морально разложило бы союз, и войско могло распасться. Арвини предложил снова попытаться поймать врага в засаду. Тацит пишет, что германик произнес перед битвой вот такие слова, обращаясь к римским воинам. В них он презрительно говорит о германцах. Книга 2, абзац 14. У германцев нет панцирей, нет шлемов, да и щиты у них не обиты ни железом, ни кожою. Они сплетены из прутьев или сделаны из тонких выкрашенных дощечек. Только сражающиеся в первом ряду кое-как снабжены у них копьями, а у всех остальных обожженные на огне колья или короткие дротики и тела их, насколько они страшны с виду и могучи, при непродолжительном напряжении, настолько же невыносливы к ранам. Германцы, не стыдясь позора, нисколько не думая о своих вождях, бросают их, обращаются в бегство, трусливые при неудаче, попирающие законы божеские и человеческие, когда возьмут верх. То есть, мягко говоря, это не армия, а сброд вооруженных кое-как людей, при этом не имеющих ни дисциплины, ни храбрости, ни доспехов, ни деления на отряды. Но чуть позже тот же Тацит описывает воинов Армении совсем по-другому. Можно предпомнить, что ополчение германских племен времен битвы в Тевтобурском лесу было именно такого вида, как его описал только что Тацит. А вот потом за дело по реорганизации вооруженных сил взялся сам Армении. Он, судя по сообщениям Тацита, проводил тренировку и учение своих войск. Послушайте отрывок книга 2, абзац 45. Германцы не бросаются беспорядочно на врага, как это некогда бывало у них, и не дерутся нестройными толпами, ибо за время длительной войны с нами они научились следовать за значками, приберегать силы для решительного удара и повиноваться военачальникам. И еще одна цитата Тацита, книга 2, абзац 21. Они не могли ни наносить ударов своими чрезмерно длинными копьями, ни быстро отводить их назад, ни применять выпады, используя свою подвижность и ловкость. И такой вот отрывок книга 2, абзац 14. Ведь огромные щиты варваров и их непомерно длинные копья менее пригодны для боя среди древесных стволов и низкой поросли, чем римские дротики и мечи и покрывающие тело доспехи. Мы видим, что в ближнем бою Армении рассчитывали на длинные копья племенного ополчения. Обучиться владению мечом можно только в ходе долгих и упорных регулярных тренировок. При этом меч очень дорогое оружие, копье во много раз дешевле. Научить ополченцев ходить строем и колоть врага копьем вполне можно за месяц интенсивных учений, а это вполне реальный срок, который мог располагать для подготовки своих войск Армении. Конечно, не получится идеально вымаштрованная армия, но воины смогут совершать простые маневры на поле боя и на марше. На битву он привел не сброт ополченцев, а армию, которая была структурирована и делилась на отряды. Он пытался создать регулярную германскую армию. В каждом отряде появились, помимо командиров, знаменосцы и, видимо, музыканты, а также жесткая дисциплина. Без этого никакие маневры и перестроения были бы невозможны. Это описание сильно контрастирует с тем, как себе многие представляют германских воинов той эпохи и кардинально отличается от того, как хирусков и их союзников представлял себе германик перед боем. Откуда Армений мог узнать про то, что своих воинов можно вооружить длинными копьями? Какой длины были германские копья или пики? Армений наверняка знал про македонскую фаланку, о чем мы говорили в предыдущем фильме. За долгие годы жизни в Риме и в римском обществе он, видимо, познакомился с книгами древних авторов, описывающих Александра Македонского и его отца Филиппа II. Варгеймрус Филипп II, царь Македонии, столкнулся с тем, что его государству начали угрожать войной греческие полисы, уроженные силы которых состояли из фаланг, в которых воины имели великолепную физическую подготовку и боевую выучку. Бой с такой фалангой обычно македонского ополчения был бы похож на схватку боксера, профессионала и дворового хулигана. Греки в то время сражались копьями длиной в 3,5 метра. Филипп сделал копья в своей фаланге около 5,5 метров. Длинные копья позволяли неопытному ополчению македонян держать гоплитов на дистанции от себя и наносить удары первыми в ходе рукопашного боя. При этом у греков одновременно в рукопашной схватке участвовало 3 шеренги, а у македонян 4, что давало определенный плюс. Надо отметить, что фаланга македонян всегда и именно сдерживала противника, а решающий удар наносила великолепная конница. Как говорится, македонская фаланга наковальня, а конница молот. Используя правильно молот и наковальню, македонцы громили вражеские армии и покорили не только Элладу, но и персидскую империю. В рамках нашего исследования мы будем считать, что шеренга это воины, стоящие плечом к плечу в строю. Рядом мы будем именовать воинов, стоящих друг за другом, смотрящих в затылок впереди идущему товарищу. Это нужно уточнить, так как в разных статьях эти термины авторы понимают по-разному. Так вот, вернемся в германские леса. У Армении произошла та же ситуация. Ополчение германцев не могло в лоб противостоять физически более крепким из-за постоянных тренировок римлянам. При этом старая подготовка римлян была несравнимо выше, как и владение мечами. При лобовой схватке легионеры однозначно разгромили бы германцев, если бы те полезли на них с трофейными гладиусами. Римлян нужно было поражать на расстоянии, и для этого Армения вооружила полченцев длинными копьями. Он понял суть построения македонской фаланги. Он сделал копья длиннее примерно на 2 метра, чем у римских копейщиков из помогательных войск. Соответственно, они были длиною 4,5 метра. Если римские копейщики рукопашный бой вели двумя шеренгами одновременно, то у германцев в бою участвовало 3. Легионеры сражались с двумя шеренгами одновременно, о чем мы сделаем более подробный фильм в ближайшее время. То есть Армений увеличил длину копий и ввел в бой на передовой на одну шеренгу больше, чем у противника. Тем самым компенсировал нехватку опыта и физической подготовки у своих воинов. Но этого было мало. Ополченцам было необходимо освоить принципиальнейший прием смены шеренг в бою. Уставшие первые шеренги по команде в период затишья в рукопашной схватке менялись на товарищей из задних шеренг и Армений научил их так воевать. Слова Тацит о том, что Армений научил германцев приберегать силы для решительного удара могут относиться именно к вышеописанной тактике применения пехоты в бою. При этом это также может означать и использование резервов, а может и то и другое. Варгейм Рус Армений понимал, что одной наковальней битвы не выиграть, ему нужен был молот. У Александра Македонского молотом была конница. У Армения попросту не было необходимого количества кавалерии. Молотом или ударными частями его армии стали отряды племенных вождей, которых он использовал для обходных маневров вместо конницы или совместно с ней. Также в счет молота можно и нужно записать конный отряд самого Армения. При этом германский полководец столкнулся с тем, что у каждого вождя число дружинников могло сильно варьироваться. Кто-то привел на бой десять воинов, а кто-то сотню. Судя по всему отряды вождей были стандартизированы и доведены до надлежащей численности. Каждый вождь был обязан довести число своих дружинников до определенного числа, взяв в отряд наиболее подготовленных и экипированных ополченцев из своих родов и племен. Благо римского трофейного оружия в этот период у германцев было довольно много. Надо отметить, что эти ополченцы, просто взять и побежать с поля боя при первой же опасной ситуации такой воин не сможет, потому что будет помнить, что где-то там в фаланге сражается его отец, братья, друзья. Убегая вместе с дружиной вождя с поля боя, он подставлял бы их под удар врагов. К тому же молодое пополнение дружин несомненно страстно желало отличиться перед своим вождем собственной удалью и храбростью. Как говорится из кожи он лезли, чтобы закрепиться в дружине на постоянной основе. Так что с мотивацией нового пополнения дружин было все в норме. Единственное, что не хватало опыта и физической подготовки. Какими стали почистить эти новые дружины? Предположим, что отряд доводился численностью до 100 человек. И кто-то скажет, да откуда вы все это берете? Это ваши больные фантазии не имеют никакого подтверждения. Им ответим следующим образом. Нашу гипотезу можно доказать словами Тацита из книги о происхождении германцев. Книга первая, абзац шестой. Установленная численность этих пеших от каждого округа по сотне. Этим словом они между собой и называют их. И то, что ранее было численным обозначением, ныне почетное наименование. Боевой порядок они строят клиньями. Там же на абзаце номер 7 Тацит пишет «Боевые клинья составляются у них не по прихоти обстоятельств и не представляют собой случайных скопищ, но состоят из связанных семейными узами и кровным родством». Прямым текстом Тацит говорит, что варвары в его время, а именно в начале второго века нашей эры, еще делят свои отряды на подразделения, называемые сотнями. При этом в древние времена это означало сто бойцов, а в его время этим термином называют отряд, в котором приблизительно сто бойцов, может быть чуть больше или чуть меньше. Кто мог ввести в германских ополчениях делений на Центурии? Да конечно кто угодно, так как вождей, которые проходили службу у римлян, а потом правили в своих племенах было достаточно много. Но нам видится, что наиболее вероятно, что это был сам Армений. Именно ему нужно было такое четкое деление воинов на отряды, чтобы создать армию из ополченцев. Дом у слова Тацита про состав воинов смысл, так как там и так все ясно. Кто-то скажет, вообще, зачем все эти заморочки с увеличением численности дружинников в отрядах? Разве нельзя было обойтись тем, что уже имелось в наличии? Нет, нельзя, так как Армению был нужен молот, чтобы сокрушить легионы Германика, а не молоточек, который был в наличии. Дружины вожди были небольшими, их нужно было увеличить до приемлемой численности, при этом сделать боевые отряды с опытными командирами, не имеющие боевые традиции. Херуски и их союзники доверились и подчинились Армению. Он создал из ополчения настоящую армию, именно с этими новшествами Армения вышел на бой с римлянами. Таким образом Армения можно поставить в один ряд с выдающимися политиками и полководцами древнего мира. Обратите на это внимание, практически ни один исследователь этого не замечает. А это крайне важно в понимании масштаба происходящих событий. Раз Армений пытался создать армию, значит он намеревался построить государство на германских землях. Возможно это слишком смелое предположение. Многие его осудят и раскритикуют. И все же немало фактов горит именно в пользу нашей версии и далее вы поймете почему. Скажем так, мы выдадим вот такую гипотезу. План битвы у германцев был такой. Основные силы должны были вступить в бой на открытой местности. Там стояли отряды племенного ополчения, построенные фалангой с длинными копьями. В лесу на правом фланге германцы спрятали элитные дружины вождей. Тацит говоря о действиях этих дружин называет их хирургсками. Мы предполагаем, что боевая задача стояла перед ними следующая. Они должны были нанести удар по римлянам с фланга, когда те вязан в бою с ополченцами. Боевые порядки римлян должны были быть сломлены и тогда появлялся шанс нанести им поражение. Германский полководец четко знал, что враг имеет превосходящие силы в кавалерии. Римляне всегда оставили всадников на флангах. На правом римских всадников, а на левом союзников. Армений был римским кавалерийским офицером в прошлом и прекрасно понимал логику и тактику поведения этого рода войск в бою. Всадники, бросившись в бой, пытались бы разметать вражескую легкую пехоту или кавалерию, прикрывающую фланги. Оголив фланги врага, всадники могли сами начать атаку на тыл и фланг противника. У Армении не было достаточного количества кавалерии для отражения такой атаки в лоб. Германцы придумали, как перехитрить римлян. Варгейм Рус. Утром легионы выдвинулись из лагеря и построились в боевые порядки для битвы. Описание боевого построения римлян возьмем Тацита. Анналы, книга 2, абзац 16. Напомню, что Цезарь это не имя, а китул. В этот исторический период его носил германик. Наше войско двигалось так. Впереди вспомогательные отряды галлов и германцев, за ними пешие лучники. Затем 4 легиона и Цезарь с двумя протерианскими когортами и отборную конницей. Далее столько же других легионов и легко вооруженные воины вместе с конными лучниками и когортами союзников. Мы видим, что войска шли в три эшелона. Попробуем рассчитать, сколько было войск у римлян, каков состав был в каждой боевой линии. Это важно, так как благодаря этому можно определить, как сражалось войско в бою. Впереди ауксилии из германцев и галлов. Их прикрывали сирийские лучники. Во втором эшелоне шли две когорты претерианской гвардии и четыре легиона. Тот же был сам германик. Фланги прикрывали лучшие всадники. В третьем эшелоне находились четыре легиона и вспомогательные когорты. Их прикрывали прачники и конные лучники. Римский флот остался на реке Везер. Явно его охраняли. Кого там оставили? Чисто теоретически это были вспомогательные войска, но явно там же находились и легионеры. Но из описания боя видно, что все восемь легионов участвуют в сражении. Мы предполагаем, что по одной когорте от каждого легиона германик выделил для охраны флота. При этом каждый отряд отвечал за ту часть провианта, которым кормился его легион. Разумеется, что пища находилась на кораблях. Тем самым воины усерднее будут оберегать свою еду они выделили по 480 легионеров из каждого легиона. Это дает нам 3840 легионеров. Сколько нам было еще вспомогательных войск, сложно сказать, но явно не пара сотен человек. Также римляне однозначно, помимо охраны флота, остались еще и в ночном лагере боевое охранение, а также раненых, больных и некомбатантов. Допустим, охрану осуществляли вспомогательные части. Для этого необходимо несколько тысяч бойцов. На левом берегу оставили одну алу кавалерию под командованием Стертиния. Она сыграет важную роль в этом сражении. Далее посчитаем число легионеров. В 9 когортах находится 4320 бойцов. Мы рассчитаем по максимуму, но в реальности 100% списочной численности быть не могло из-за болезни и другой убыли личного состава на войне. Максимум 34560 тяжеловооруженной римской пехоты. Две когорты претерианцев дают нам грубо тысячу бойцов. Было в сражении 8160 копейщиков вспомогательных частей в 17 когортах ауксилии. Столько же отрядов застрельщиков вооруженных дротиками и 6 когорт лучников и столько же прачников, что дает нам два отряда стрелков по 2880 человек в каждом. При каждом легионе было 120 садников. Получаем 960 римских кавалеристов. При этом на каждом фланге были конные лучники. Это два отряда по 480 человек. Плюс отряд стертиния и усиление римской кавалерии союзными алыми. А это еще примерно полторы тысячи конников. Этого общая кавалерия теоретически состояла из четырех тысяч садников. Более точных данных Тацит не дает. Варгеймрус Расскажу как можно оценочно рассчитать ауксилия в бою. Для этого нужно понять каков был фронт легионов. Каждая центурия в легионе состоит из 80 воинов. Она строится в формации 10 человек по фронту и 8 в глубину. На одного человека по фронту приходится 1,8 метра. Легион состоит из трех линий, каждый из которых глубиной в 8 шеренг. Итого глубина строя 24 шеренги, а по фронту легион состоял из 200 воинов. Путем нехитрых вычислений получаем фронт в 360 метров для одного полного легиона. Римляне при Деставизе во второй боевой линии войск имели 4 легиона и 2 когорты гвардии. 4 легиона, у которых нет по одной когорте вытянутся на поле боя в 1296 метров. Плюс две когорты претерианцев дают нам общий фронт в 1368 метров. Наверное, я вас уже утомил цифрами, но все же нужно еще немного поработать на калькуляторе, чтобы понять, как шел бой. Война это в первую очередь математика. Без понимания геометрии построения невозможно понять того, что происходило на поле боя, а также рассчитать численности армии. Итак, сколько же было воинов в первом шлоне урильном, если там шли вспомогательные войска? Когорты копеечков обычно строились в глубину строя 8 шеренг. Они сражались в плотном построении, где на бойца проходилось по 90 сантиметров по фронту. Полководец мог поставить копеечков в 4 или 8 шеренг в глубину. Видимо, в этом случае фронт одной когорты будет 108 метров. При расчете на фронт легионов получаем 13 отрядов ауксилии. При этом они вытянутся чуть длиннее по фронту, чем линия легионов и встанут на 1404 метра. Хоть Тацит не указывает на наличие пеших застрельщиков в войске, но они видимо все же были. Это изображение первого века из Магантиака. Видно бойца вооруженного тремя дротиками овальным щитом клипеусом и шлемом колус. Тацит просто называет первую линию ауксилиями, за которой стоят лучники. Вполне возможно, что впереди копейщиков шли дротикаметатели, так как без их наличия копейщиков можно легко перестрелять дротиками. При этом и копейщиков и дротикаметатели ривни называли одинаково ауксилии, то есть помогательные части. Мы считаем, что менее четырех шеренг таких вот и поэтому число застрелщиков считаем равным числу копейщиков, а именно 6240 человек в 13 когортах. За ними шли сирийские лучники. Сколько их было? Мы предполагаем, что они шли в две шеренги, где на каждого воина приходилось по 90 сантиметров по фронту. Подойдя к противнику, они размыкали строй и получали четыре шеренги. Таким образом лучников было шесть отрядов по 480 человек или 2880 бойцов. Третий римский эшелон состоял из четырех легионов и на флангах у них шли отряды копейщиков и вспомогательных войск под прикрытием дротиком метателей. Сколько было копейщиков? Судя за описание боя, на левом римском фланге ауксилиев было две когорты. Они как раз дают развернутым построение 108 метров, что позволяет прикрыть фланг от атаки кавалерии. Видимо, два отряда копейщиков было и на правом фланге. Таким образом, мы высчитали число копейщиков в вспомогательных частях. Третью линию прикрывали видимо прачники, их оценив такое же число, как и лучников. Перейдем к кавалерии. Тысяча всадников дает нам по фронту 400 метров. В глубину это пять рядов. Допустим, было полторы тысячи всадников ближнего боя на левом фланге. Это были отряды вспомогательной конницы. На правом фланге было 960 римских всадников. Таким образом, общая длина римского фронта составляла из двух километров 400 метров. Теперь перейдем к германцам. Рассчитаем их численность, исходя из тех задач, которые они выполняли на поле боя. Они должны были на 1400 метров выставить свою пехоту. Если бы у Армении было больше пехоты, и он выставил бы фронт длиннее, чем у римский, то римляне свели бы с третьей линии построения свои легионы и встали бы против его пехотинцев лоб в лоб. Если римляне так не сделали, значит германцев было как раз по фронту равное число с фронтом четырех легионов. Почему римляне не окружили варваров своей пехотой, я скажу, когда доберемся до самой битвы. Мы считаем, что глубина построения германцев была 12 шеренг. На одного человека по фронту по 90 сантиметров. Получаем 1560 бойцов по фронту. Умножим на 12. Таким образом, общее число копеечков противостоящих напору легионов было 18720 воинов. Это были бойцы племенных ополчений, в том числе и схеруссков. Их явно прикрывали воины с луками и дротиками. Обычно их четверть от численности пехоты. Тогда получаем отряд 6240 бойцов, что сопоставимо с римским отрядом метателей дротиков. Также в лесу были толовые засадные части германцев. Они размещались в лесу позади позиции фаланги. Оценить их число сложно. Допустим по 1000 воинов ближнего боя на фланг и по 400 стрелков. Плюс еще отряд в 1200 копейщиков и 400 стрелков на каждый фланг. В исторической науке есть принцип, что нельзя при реконструкции чего бы то ни было плодить из личной сущности. Если нет в источниках упоминания про еще какие-то отряды в бою, то нельзя их вставлять в реконструкцию боя. В целом мы с этим согласны, но не в этом случае. Флангов отряды Армении мы вводим в боевое построение германцев, так как без их наличия решительно невозможно понять, что происходило в этом бою. На флангах Армении разместил свои ударные части, поставив их в засаду. Это были дружины хирургских и других племенных вождей, о которых мы говорили ранее. Они сражались в традиционной для германцев манере. Отряды строились клиньями, впереди построения находился вождь, все остальные становились за ним клином. Держать равнение по право фланговому воину германские дружинники не умели, для этого нужны регулярные строевые учения. Идущую впереди вождя было видно всем бойцам из первых шерен клина. Дружинники шли за вождем, стараясь примерно сохранять боевое построение. Вождь шел туда, куда хотел привезти свой отряд. При этом клини могли очень быстро маневрировать, что очень важно. Перед врагом они выстраивали более или менее ровную боевую линию, так как вступление в бой клином является самоубийством. Только в кино и компьютерных играх воины построенные в треугольник протыкают прямоугольные формации. На практике такой бой закончится в пользу линейно выстреленных бойцов, так как они в бою будут прикрывать друг друга и поражать диагональными атаками не прикрытых никем противников, находящихся на остриге клина. Первым будет изранен с обеих сторон сам вождь, что немыслимо и недопустимо. Поэтому перед противником клин превращался в нечто близкое к прямоугольнику и в таком построении вступал в рукопашный бой. Задолго до Армении германцы использовали клинья для забегания противнику на фланге или били в тыл. Маневрировать клином на пересеченной местности было легче, чем прямоугольным построением. Поэтому мы думаем, что Армении тут ничего не менял и позволил вождям заняться тем, что они умели делать очень хорошо. Итак, эти клинья стояли рядом друг с другом и их задача была навалиться на фланге противника и обойти их. Развал боевого строя римлян привел к постепенному разгрому всей армии. Оценить число дружинников в этих отрядах проблематично. Допустим, они должны были атаковать по фронту на 300 метров. Это дает нам 270 воинов по фронту. Допустим, глубина строя состояла из 10 шеренг. Итого 2700 дружинников на каждом фланге. Они имели традиционное вооружение, состоящее из копий, топоров, иногда деревянных палец, мячей, в том числе и трофейных. Это были не пикинеры, а именно бойцы, способные совершать быстрые марши и маневры. Их прикрывали дротиком метатели. 1080 бойцов на каждый фланг, округлим до 1100. Итого, на каждом фланге Армения имела по 3800 воинов. Была в бою, видимо, и германская кавалерия. Она сильно уступала римской. Оценивать в 1000 бойцов, хотя их могло быть еще меньше. Плюс к этому числу надо добавить отряд самого Армения в 500 кавалеристов. Из анализа хода битвы и примерных размеров поля боя мы получаем армию Армения 42 960 бойцов. Римские войска в битве состояли из 62 140 воинов. Как мы увидим из описания боя у римлян кавалерия состояла из нескольких корпусов. Германия кучила то, что Армения мастер засад и умел полководец. Построение в три линии говорит нам о том, что они опасались растягивать войска. Римляне сгруппировались и ждали, что враг начнет их окружать. Германик решил, не рискуя, положиться на мастерство легионеров и попросту в рукопашной схватке прорвать войска Армении в лобовой фронтальной атаке. К тому же римляне не видели полностью войск германцев, так как те прижимались к лесу и резервы держали там. В ряде линии римлян, состоящие из четырех легионов, по стратегическим резервам. Конница готовилась нанести мощные удары во фланг врага, а коноотряд Стертини получил особое задание. О ходе самой битвы при Деставизе мы расскажем в следующем фильме. Постараемся сделать его более динамичным, а то этот фильм получился уж больно заумным. Если у кого-то есть предложения, пожелания, просим оставить их в комментариях, обсудим. А сейчас пока-пока. До новых встреч! Посмотрели видео? Напишите свое мнение в комментариях. Если понравился наш канал, поддержите его денежным переводом, как это сделать найдете в описании к видео. Кликай по этим ссылкам и смотри интересные фильмы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok